Считается, что имя определяет судьбу человека, поэтому многие российские знаменитости стремятся дать своим детям имена с глубоким смысловым значением. Сегодня мы расскажем про самые неординарные имена детей российского шоу-бизнеса. Звездатели проекта «Дом-2» Виктория Боня назвала свою дочь необычным именем – Анжелина Летиция. Поклонники предположили, что имя было дано в честь актрисы Анжелина Джоли. Боня опровергла эти предположения, пояснив, что Анжелина значит «ангел», «подарок Бога». Музыкант Сергей Шнуров выбрал для сына необычное имя – Аполлон, в честь поэта Аполлона Григорьева, а дочь он назвал Серафимой. Шоумен Никита Джигурда привык удивлять публику, поэтому они с Мариной Анисиной назвали дочь Эво Влада, хотя в обычной жизни отец скромно называет ее «королевой Руси». Не менее редкое имя носит их сын Мик Анжель Крист. Мальчик родился в канун Рождества, поэтому в имени есть приставка «Крист» и «Анжель» – «Ангел». Неординарное имя шоумен выбрал и для себя – Джанатан Эль Аир Братаж Джипа Горжельский фон Ган Эден. Придумать имя для близнецов актрисе Марии Шукшиной помог священнослужитель, который крестил малышей. Звезда назвала мальчиков Фома и Фока. Фома означает «близнец», а Фока – «морской» или «тюлень». Некоторые источники утверждают, что близнецов Шукшиной зовут Фома и Фотий. С древнегреческого «фотий» переводится как «свет». У журналиста Владимира Соловьева восемь детей. У кого-то из них обыкновенные имена – Владимир, Иван, Полина, Александр, Екатерина и Даниил. А двое детей выделяются – София Беттина и Эмма Эстер. Двойные имена девочки получили из-за корней матери, в жилах которой течет немецкая и эстонская кровь. Ольга Шелест назвала дочерей «Музой» и «Айрис». Звездная мама считает, что если воспитывать ребенка в любви, ему будет комфортно жить с любым именем. Кроме того, Ольга не приемлет стереотипы, и обычные имена кажутся ей скучными. Звезда сериала «Ронетки» Наталья Мельниченко выбрала для дочери древнее русское имя «Рассказа». Звезда сокращенно называет дочь «Сказкой», о чем написала в соцсетях сразу после родов. «У нас родилась сказка. Разве не чудесно?» Актер Владимир Епифанцев решил назвать детей «Гордей» и «Орфей». В необычные имена родители вложили философский смысл. Имена «Гордей» и «Орфей», по их словам, упираются корнями в древнегерманскую мифологию. Их предназначение — защитить детей от жестокости современного мира. Экс-супруга Романа Абрамовича, Дарья Жукова, выбрала для сына красивое двойное имя — Аарон Александр. Первая часть имени взята из Библии, а вторую выбрали в честь отца Жуковой. У бывших супругов также есть дочь с необычным именем Лея. Поклонники предполагали, что девочку назвали в честь одноименного персонажа из «Звездных войн». Дочь Марата Башарова и экс-супруги Елизаветы Круцко назвали Амели. В честь героини одноименного французского фильма Амели живет с отцом и ладит с новой супругой Башарова, Елизаветой Шевырковой. А каким необычным именем вы хотели бы назвать своего ребенка? Или уже назвали? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!